Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Интервью по поводу на Бизнес.ФМ Калининград. В студии Лидия Лебедева. Здравствуйте. В эти прекрасные предновогодние дни Калининградская областная филармония подготовила для всех калининградцев и гостей города прекрасные музыкальные парки. И сегодня поподробнее о них нам расскажет директор Калининградской областной филармонии имени Светланова Виктор Бабков. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что же такого интересного в подарок слушателям приготовила филармония? Давайте начнем с самого интересного. Вот у меня тут написано «Пароль по щучьему велению». Я так понимаю, что это что-то для детей. Безусловно, такое предпраздничное настроение, ожидание чуда, ожидание что-то совершенно такого необычного и доставляющего самые положительные эмоции. Вот это настроение, я думаю, что охватило значительную часть нашего населения. И, конечно, но с особым удовольствием этот праздник ждут самые юные. Для них мы приготовили в этом году очень, на мой взгляд, интересный, захватывающий сюжет такого детского спектакля, который называется «Пароль по щучьему велению». Вкратце, содержание и наименование тех персонажей, которые будут принимать участие. Если щучьему велению, там есть ленивый Емеля. Куда же без него, конечно. Да, этот маленький ленивый мальчик Емеля. Ездящий на печке, кстати. Да, печка у нас тоже будет передвигаться, безусловно. Он подсел на компьютерные игры. И современность тут уже такая вошла, получается. Очень много влияния будет, конечно, на то, что охватило большую часть, особенно юного поколения нашего представителей. Он подсел на компьютерные игры. Он ни с кем не хочет общаться. Ему ни с кем никто не интересен. Собственно, можно сказать, что диагноз очень настораживает. Дед Мороз узнает об этом и принимает самые эффективные меры для того, чтобы исцелить этого ребенка Емеля. Там будет очень много, конечно, персонажей. Даже ведра будут танцевать. Это происходит, разумеется, все в холодное время года. Щука будет. Щука будет настоящая. О как! Да, и много будет от того, что, конечно, очень близко по настроению как раз нашим самым юным слушателям, нашим самым юным зрителям. Потому что вот эти все элементы, которые очень очевидны и заметны в жизни любого гражданина, они будут присутствовать. И, разумеется, это будет живая, прекрасная музыка, которая подчеркивает остроту этого сюжета, этого конфликта между Дедом Морозом, Снегурочкой и ленивым этим персонажем Емелей. И замечательное исполнение наших очень красивых, очень активных и беззаветно любящих свою профессию наших артистов филармонии. Прекрасно. Ну, а я в свою очередь хочу сказать, что увидеть этот прекрасный детский спектакль вы можете 24, 25, 28, 29 и 30 декабря. Начало концертов в 11 часов. И 2, 4, 5, 7, 8 января. Также в 11 часов. Прекрасно, что для детей столько всего. Но я знаю, что на этом подарки не заканчиваются. Теперь, что еще интересного готовится для взрослого поколения? Мы решили, что в нынешний период очень оживился интерес к тому, что происходило 50-60 лет назад. Мы называем эти 60-е годы годом оттепели, что это был всплеск очень активности нашей интеллигенции, нашей науки. И, конечно, не надо забывать, что в это время как раз и был осуществлен первый полет первого человека в космическое пространство. И вот это такое приподнятое, позитивное настроение советских людей, а в этом году 100 лет, когда был создан Советский Союз. И вот это настроение, оно решает самые грандиозные задачи в области строительства заводов, фабрик, плотин, там, знаете, перекрывали реки, ангара, там, значит, и так далее, да. Высочайшее достижение было, что в области культуры, науки, это был очень благоприятный период. И, наверное, мы до сих пор пользуемся результатами этого подъема необыкновенного и очень... Много хитов и шлягеров, кстати, именно в это время написано, которые мы поем до сих пор. Да, да, не хочется никого обижать, но с тех пор, за последние 30 лет, не было создано ничего даже подобного. То есть та атмосфера, которая была в нашем замечательном государстве, она способствовала именно вот такому широкому простору для реализации своего таланта. Была, знаете, такая система, то, что мы называем социальным лифтом. Любой ребенок из самой бедной, скромным достатками семьи мог достичь любых вершин. Для этого нужно было иметь талант и терпение, и желание. Прекрасно. Да, и вот как раз эта эпоха будет у нас отражаться, то, что мы знаем, а у нас во дворе. Двор, новостройка, новоселье, возникает очень интересное взаимоотношение между соседями. Тут тебе и молодая мама, тут тебе и профессор, который любит молодых своих студенток. Тут, конечно, еще присутствует дискотека, и будут еще танцы. Твист. Неоднозначно воспринимались вот эти желания питать в себя вот эти все западные веяния. Конечно, тут возникает конфликт между молодежью и совхозом, или управдомом. В общем, там очень много, несколько новелл, которые обильно обогащены как раз именно музыкальным материалом того периода. То есть такое театрализованное музыкальное шоу. Конечно. Безусловно. Там присутствует, я буду называть сейчас, ну, каких пиццов мы будем вспоминать в тот момент, по неволе вызывает такой ассоциативный ряд. Это будет, конечно, и Мыслим Магомаев, и Кобзон, и Кристалинская, и Валерия Бадзинская, и так далее. Ну, будут западные певцы. Тогда все с ума сходили по фильму «Пусть говорят» с частью Рафаэля. Это был хит, да. И потом все эти вот жильцы этого дома собираются у голубого экрана, «Пересмотрен голубой огонек». И с этого экрана сходят звезды, исполняют любимые сочинения, любые произведения того периода, то, что звучало как раз в 60-е годы. Там будут и приветствия Юрия Гагарина, приветствия наших шахтеров, хлеборобов, представители профессии, которые были приглашались как герои социалистического труда и имеющие другие отличия перед нашим государством. То есть вот такая очень интересная, оживленная история. И еще раз подчеркиваю, что это все делается на очень, исполняется на очень высоком, профессиональном уровне, поскольку у нас замечательные вокалисты. И живой, и духовой оркестр. Прекрасно, да. Под управлением, кстати говоря, Эдуард Гантовского. Да, художественного руководителя Эдуард Гантовский. Если вы хотите посетить концерт, а у нас во дворе, причем не просто концерт, а судя по тому, что рассказал Виктор Васильевич, это просто будет прекраснейшее театрализованное шоу, то 29 и 30 декабря вас ждут в 19 часов, 3 января также в 19, а 4 января в 17 часов. С 12 лет, я так понимаю, что можно будет посмотреть. То есть мы ждем и подростков, и взрослых. Я надеюсь, что отклик будет очень такой активный. И что касается именно взрослых, еще будет фужер шампанского. Что же еще прекрасного вы приготовили в новогодние праздники? Ночь перед Рождеством. Николай Васильевич Гоголь. Рождественские праздники. Какая прелесть. Да, и мы, это уже добрая традиция, именно накануне этого Рождества, именно показать этот спектакль бессмертным сюжетом сочинения Николая Васильевича Гоголя. Замечательная музыка, которая писалась на этот сюжет. Это Римский Корсаков, другие композиторы. Это тоже, разумеется, «Ночь перед Рождеством» это тоже период очень всяких волшебных проявлений различных противоположных сил. Такая прекрасная новогодняя сказка. Да, конечно, конечно. Тут тебе и черт, тут тебе и Вакула, и Оксана, и Черевички. То есть, этот сюжет, он всегда будет очень актуальным, поскольку молодой человек влюблен, добивается благосклонности. Оказывается, это был просто каприс, она бы согласилась быть его самым близким человеком, даже если бы он не достал эти туфельки, которые сама царица носит. Да. Вот. Это у нас тоже будет предложено для нашей аудитории именно различных возрастов. Следите за афишей, пожалуйста. 6 января, вот я тут смотрю, да, 11-14 часов. Да, да, пожалуйста. Ну, я так смотрю, что на 6 января это не все. Есть еще рождественская феерия. Полностью с вами согласен, что это не все. Есть прекрасная наша органистка Мария Гаврилюк, Анна Шакова, они лауреат международных конкурсов, и, конечно, тоже носящие высокое лауреатское звание великолепнейшее Анаит Макарчан, Сопрано. Мы думаем, что... Такое трио, мне кажется, обязательно надо услышать. Да, трио, органа, рояля и сопрано. Это что-то великолепное. Да, в условиях именно нашего концертного зала с прекраснейшей акустикой рассчитываем, что в этот период будет достаточное количество туристов. Мы тоже их очень ждем, да. И, конечно, их органная музыка заинтересует не в последнюю очередь, разумеется. И вот мы будем как раз предложены с учетом этих запросов наши концерты именно с таким наполнением и с использованием тех музыкальных инструментов, которые могут вызвать интерес, привлекут самые широкие слои туристической публики, уедут из Калининграда с очень хорошим настроением. Ну вот тогда рождественская феерия, орган, рояль, вокал, 6 января, 17 часов, самое то. Но я еще обратила внимание на концерт, который будет 7 января в это же время. Здесь мы услышим просто великого человека-органиста Хироко Иноуэ. По той же причине, что органная музыка у нас должна звучать достаточно часто. Собственно, так оно и происходит. После Марии Гаврилюк органу подойдет Хироко Иноуэ, лауреат множества конкурсов международных и, конечно, с великолепной репутацией одного из самых лучших исполнителей органной музыки современности, скажем так. Это, кстати говоря, еще не вся плеяда мероприятий, которая подготовила Калининградская областная филармония. К сожалению, в эфир все попасть не может, поэтому про все остальные мероприятия, которые будут проходить в последние предпраздничные недели и в праздничные каникулы, вы можете прочитать на сайте Калининградской областной филармонии и, конечно же, в социальных сетях. Сегодня со мной в гостях был директор филармонии Виктор Васильевич Бабков. Спасибо вам большое, что пришли. Всего доброго. Самое всем доброе пожелание. Берегите себя. В студии для вас работала Лидия Лебедева. Держитесь курса. По поводу на Бизнес.ФМ Калининград.